здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова если вы впервые на моем канале не забывайте подписаться и поставить палец вверх если вы не впервые то пожалуйста располагайтесь поудобней сейчас мы сделаем разбор того человека который победил в вашем опросе ну во-первых как только вышло это и заявление от нашего владимира владимировича путина о том что он вакцинировался при этом в назальной форме до буквально две минуты его интервью многих всполошила в многих многие задались вопросом действительно ли это так многие мои ученики и зрители моего канала написали мне как в личку так и в комментариях во-первых просьбу разобрать его и отметили некоторые сигналы тела которые в них вызвали ну скажем так замешательства да и поэтому я поставила его на голосование и как вы видите победил с большим отрывом от других было бы это голосование действительно другого плана может быть было бы и хорошо да но я не не подделывала никак результаты в общем-то и при этом даже даже при этом он победил с большим отрывом поэтому конечно же как вы заказывали мы сейчас сделаем разбор владимира путина и выясним на самом ли деле делал он эту прививку на самом ли деле все так как он говорит и вообще мы определим что на самом деле какая цель перед ним стоит вот что он хочет нам донести в первую очередь и так первый фрагмент я включаю сразу начинаем работать кстати говоря уже сам не сделал и вторую часть этой процедуры а именно и вот здесь вот конечно же хотелось бы некоторые моменты отметить первое он сжал губы а и облизал губы это два жеста таких довольно противоречивых облизывание губ это сигнал того что человек хочет больше поинтересоваться чем-то что-то попробовать на вкус что-то пощупать для того чтобы может быть дальше его взять себе да то есть желание попробовать на вкус до губы это у нас чувствительный такой аппарат и когда мы включаем губы значит мы хотим это пощупать что называется вот как подушечками пальцев потрогать да вот так же и губами пощупать на это так и такие ментальные немножечко понятия да и ну с одной стороны это любопытство с другой стороны идет сжимание губ сжимания губ это сигнал того что есть какие-то зажимы внутри человека есть какие-то сдерживающие факторы и получается что здесь вот такие довольно противоречивые два жеста но идем дальше скажу пожалуйста и выводы вы можете делать в комментариях под этим видео либо сейчас во время премьеры тоже будут комментарии сбоку пожалуйста делайте свои выводы я иду дальше именно вот этот порошок на назальной формы а вот здесь вот меня очень сильно все смутило значит смотрите при определении того что попало ему в нос он очень сильно замешкался об этом говорит сразу много сигналов тела во первых он подсмотрел в текст он не вспомнил вот это то что ему попало в нос да получается он не вспомнил вот эту картинку он не стал ну то есть его он не стал искать зрительных образах он не стал искать в ощущениях он не стал искать каких-то звуковых сигналов он просто начал смотреть в текст это говорит о том что он не знает определение и не хочет или не может вспомнить того что было в этом шприце понимаете и он подсматривает в текст в тексте он найдет либо название либо определение но уж точно не воспоминания понимаете то есть вот здесь вот речь идет о том что он хочет может быть как-то назвать найти термин до определение тому что и попало ему в нос но это очень странно согласитесь если ну вот каждый из вас вот окажется в такой ситуации то конечно же мы посмотрим что попадает в этот шприц потому что но даже если прививку когда делают да то мы можем не смотреть просто потому что мы не любим смотреть на уколы но но мы можем отвернуться да вот для особо мнительных я например отворачиваюсь всегда когда мне делают укол но когда ну вот жидкость попадает в шприц иногда я смотрю но смотрите тут ситуация немножечко другая если в этом случае или когда там еще в какую-то часть тела делают укол мы можем отвернуться то здесь это прямо перед глазами и если назальной формой прививка да получается что перед носом если попадает предмет то мы его хочешь не хочешь но мы его увидим и здесь очень странно что он не вспоминает того как выглядела эта прививка как выглядел этот шприц а он именно подсматривает в записи до в текст который у него перед ним лежит вот это но меня как-то насторожило и дальше смотрите какие сигналы то есть подсматривает и идет отклонение корпуса и выставление лог локтя а это происходит в момент опасности вообще конечно же когда мы говорим не совсем правду то наши ну либо не обязательно это не совсем правда это может быть информация которая нам не нравится да либо какая-то информация которая вызывает у нас какие-то негативные там воспоминания или предчувствия или еще что то ну то есть на любую негативную информацию мы вот так отклоняемся но негативную для себя может быть она и вовсе не негативная для кого-то но для нас это опасность стресс да вот любое тело реагирует на стресс на опасность ну разными способами и отклонение это один из сигналов получается что он отклоняется и еще и выставляет локоть вот это вот для меня конечно же сигнал того что ну то о чем он говорит ему не очень нравится идем дальше то есть вот что такое это просто тоже шприц только вместо и пошли больше иллюстраторов в каких случаях человек начинает иллюстратора это жесты которые иллюстрируют нашу речь как говорится если этому итальянцу завязать руки то он потеряет дар речи вот здесь вот конечно же почему потому что национальности ну вообще люди определенных национальностей там где больше солнце там где больше эмоций эмоциональные так сказать люди они очень часто жестикулируют это первый ну как первая причина почему человек жестикулирует это повышенная эмоциональность вторая причина когда человеку очень сложно выразить свою мысль не хватает слов то он включает и жесты руками до для того чтобы усилить эмоциональный посыл чтобы может быть вот с помощью жестов его лучше поняли и часто это бывает когда мы попадаем в какую-то среду где все говорят на другом языке и мы пытаемся с помощью жестов рассказать что нам нужно да многие из вас это попробовали да если вы хоть раз были за границей не зная языка то конечно же язык жестов очень здорово помогает это дополнительная так сказать звуковая дорожка которая помогает нам донести мысль к чему я все это говорю дело в том что он сейчас нам пытается усилить свою речь да за нехваткой скажем так определение он понимает что он не до конца вот в этом плавает он усиливает свою речь с помощью жестов и дальше он опять читает подсказку причем более сконцентрировано почему я считаю что он читает подсказку они вспоминают дело в том что вот эти жесты вернее этот взгляд тоже вот когда человек вспоминает свои ощущения он тоже смотрит вниз но при этом взгляд будет более расфокусированным здесь же взгляд сфокусирован на текст вот обратите внимание место жить вот обратите внимание как он смотрит вниз он смотрит не просто расфокусированно для того чтобы вспомнить а именно конкретно смотрит в текст и это говорит о том что он не знает что ну как бы при ну если он говорит о том что ему что-то пшикнули в нос да на то как минимум это он это должен был увидеть да но он почему-то за информацией тянется как раз к тексту они к воспоминаниям он почему-то начинает больше вот кстати жестикулировать это вписывается в в канву повествование да действительно если человек что-то пережил и он хочет эмоционально донести то у него жесты могут включиться да но вот странно что он при этом смотрит именно в текст идем дальше видите и субстанции набрал порошок попросил меня вдохнуть глубоко на счет 3 шикнул с одной стороны с другой стороны 15 минут я потом посидел бы и все на этом закончилось никаких ощущений честно говоря и дальше идет пожимание плечами и не было отклоняется пожимает плечами это признак неуверенности отклоняется это опять признак опасности вот просто ничего просто 15 минут посидел и пошел сегодня после этих двух процедур уколы а до локоть он убрал немножко подальше то есть не сам отклонился но он уже и так как корпус отвел да и дальше отводит еще и руку то есть он избегает он он как-то вот ему сложно это проговаривать и поэтому рука пошла тоже назад и вот этой назальной формы а теперь еще и локтем отталкивает а локоть это у нас но вот когда идет вот такой жест то человек человеку что-то не нравится это еще один способ показать что мне это не нравится я не хочу чтобы это было рядом со мной я не хочу чтобы не знаю этот человек стоял рядом со мной я не хочу чтобы эта информация была рядом со мной то есть вот эта информация его раздражает и он хочет от нее отстраниться но так как он не может от нее на самом деле отстраниться он вот так вот делает отталкивающий жест локтем второй части но я уже сегодня занимался спортом облизал губы с утра так что и смотрите вот это вот интересный жест напрягает подбородок вообще когда человек говорит и напрягает подбородок это значит что часть информации он вам никогда не скажет то есть часть информации останется сокрытой и идет вот это пожимание плечами ну как бы ну явно часть информации он нам точно не скажет и вот опять могу засвидетельствовать а при этом жест неуверенный руками вот когда руки разводятся вот когда человек например падает от неожиданности он в первую очередь пытается развести руки чтобы за что-то схватиться и вот этот жест когда руки разводятся это знак того что человек попал в неудобное положение и он старается как-то ну хоть немножко схватить хоть за соломинку ухватиться да и вот это вот разведение рук но я не знаю да вот она говорит о том что действительно он не знает о чем говорит и идет еще и локоть в сторону то есть и отталкивание опять еще раз понимаете вот на этих фразах он очень сильно отталкивает но несколько раз идет вот это движение локтем и это говорит о том что есть какая-то информация которую ему не нравится говорить ему не хочется прикасаться к этому ему не хочется чтобы эта информация была как-то рядом может быть просто ну кстати напишите в комментариях ваше мнение потому что может быть я на воду дую может быть я что-то придумываю свое я просто вам сигнализирую а тех сигналах тела я вам просто их описываю те сигналы тела но выводы конечно же придется делать вам потому что тут можно трактовать по-разному может быть ему просто он смущается от того что говорит какую-то более-менее интимную информацию по большому счету но здесь вот не вяжется в эту интимную информацию то что он пытался читать понимаете вот это вот у меня не вяжется остальное в общем то ну я думаю что можно это вписать в канву того что ему ну неловко говорить о каких-то своих процедурах которые в общем-то но покрыты должны быть завестой тайны но мы никто не любит говорить о том что у нас происходило наедине с врачом да поэтому здесь как бы напишите вы пожалуйста свое мнение потому что может быть я слишком предвзято к нему отношусь может быть я еще что-то но в любом случае вот эти сигналы тела я их вижу я как-то птица говорун буду о них говорить да давайте идем дальше и кстати что все кстати вот здесь вот еще немножечко отвращение отвращение это опять еще один сигнал того что человек но отвращение это брезгливость это когда тело не хочет чтобы в него попадала что-то инороднее или из его тела уходило что-то нужно и по это это сигналы тела но по поводу отвращения у меня вот есть это видео прям по три бесплатных занятий там вот в теме профайлинга я прям четко рассказываю про отвращение пожалуйста ну вот я сделаю наверно в этом видео ссылочку надо ну вот чтобы прошли если вам интересно про отвращение а мы идем дальше развиваются так как и наши ученые специалисты видите а здесь интересно развивается так как наши ученые облизал губы сначала а потом смотрите идет напряжение подбородка к сожалению ну это камера стала снимать с другого ракурса крупный план убрали и здесь ну вот что то тут спрятано понимаете я не могу сказать что именно потому что но здесь не было более подробного ответа но вот это вот поджимание подбородка и перед этим облизывание губ говорит о том что есть какая-то информация которую он бы хотел пощупать который может быть он владеет но он не может ее выдать полностью и и вот идет вот это поджимание говорят да говорят а значит еще один фрагмент то есть здесь вот в комментариях пожалуйста напишите мне все что вы думаете я включаю еще один фрагмент из которого мы поймем что на самом деле в первую очередь нужно вот в данном случае правительству или самому владимиру владимировичу да ну что он хочет нам донести что для него наиболее приоритетно давайте смотреть спасибо большое а я со своей стороны всем рекомендую своевременно делать не только облизывание губ мы знаем что облизывание губ я хочу это потрогать я хочу это пощупать да мне это любопытно мне это интересно вот об этом говорит облизывание губ пройти процедура вакцинации но и 3 вакцинации что чрезвычайно важно татьяна алексейна одном из наших совещаний говорила для того чтобы нам достичь общего смотрите а здесь идет облизывание губ поднимает челюсть активизировал иллюстрат иллюстраторы жесты иллюстраторы помните про итальянца пословицу которую я вам вспомнила вот идет прям эмоциональный акцент на том что он говорит и смотрите напор телом тело сейчас двинется вперед то есть он готов за это эту тему отстаивать вот поднимание челюсти и плюс тело вперед то есть я готов за это драться говорит его тело нужного уровня иммунной защиты а вот здесь вот получается что есть некий элемент досады потому что вздох такой тяжелый и челюсть пошла вниз жесты ушли жесты сдулись то есть нужного уровня вакцинации он к сожалению не видит со своей стороны пытается сделать все возможное но вот это его очень сильно удручает идем дальше иммунитета нужно первую фазу пройти вакцинации с тем чтобы своевременно видите опять включились эмоции опять пошло вдохновение энтузиазм приступите к ревакцинации тогда у нас люди будут защищены ну то есть видите все сигналы тела говорят о том что он крайне заинтересован в том чтобы все вакцинировались это первое второе что касается его вакцинации здесь очень много вопросов которые я отметила вы сами сделайте пожалуйста выводы потому что не хотелось бы ну делать какие-то поспешные выводы да но конечно меня многие моменты очень сильно насторожили потому что но каждый из вас наверняка проходил какую-то процедуру и знаете что меня еще больше всего смутило то что эмоционально эмоциональное окрашивание речи вот именно включилась там где он говорил о том что мы все должны завакцинировать ну все должны пройти процедуру вакцинации и прочее прочее нежели то где он рассказывал о своей вакцинации но опять таки здесь могут быть разные объяснения как то что он смущается может быть говорить об этом может быть еще что-то но либо ну не знаю не буду я это проговаривать дабы не вызывать каких-то негативных реакций а кроме того я сейчас так пересела не очень удобно но хотелось бы чтобы побольше людей увидела это видео поэтому ставьте лайки или дизлайки как вы считаете нужным пишите коммент в комментариях что вы считаете поэтому поводу и делитесь этим видео со своими знакомыми кто тоже в этом может быть разбирается чтобы мы все составили какое-то мнение ну как то вот сделали определенные выводы я буду с удовольствием читать ваши комментарии на них отвечать потому что тема действительно очень интересная и очень живая поэтому ну если вам интересно дальше разбираться в этой теме жестов и так далее невербального общения пожалуйста подписывайтесь на канал у нас тут всегда очень интересно я обещаю что дальше тоже буду спрашивать ваше мнение кого разбирать у меня есть несколько интересных тем поэтому ждите новое голосование ждите новых разборов я вас всех очень люблю желаю вам хорошего не знаю дня вечера утра вы когда вы смотрите это видео и будьте счастливы пока пока